И никогда еще ни на одну публичную лекцию столько народа не собирался. Так что это все замечательно. Это просто лекция совершенно замечательная сегодня. И можно, значит, вот приятно будет послушаться. Рассказывай, что у нас в этой лекции. Конечно, ваше. Я, 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 я. Пожалуйста. Павел Михайлович, ты как всегда забегаешь наперед. Вот нужно было хворить после лекции. Ничего, ничего. Значит, значит, уважаемые коллеги, я постараюсь вам сегодня дать некоторые сведения о тех сторонах истории нашей науки, ну, которые, может, не всем эти известны. Значит, потому что перечислять все, что было в истории нашей науки, это довольно, так сказать, скучная работа. И вы все это хорошо знаете. Вот. Я остановлюсь на трех, на четырех, значит, моментах. Это освоение русскоязычного пространства эдервинизмом, 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 эдервинизмом. И последний этюд – это трагическая история нашей науки в России. Значит, вот у меня здесь есть две фотографии. Я, значит, показываю их, значит, первая фотография, мы в гостях, наша делегация, советская делегация на конгрессе генетическом у Феодосия Григорьевича Добжанского. Он нас, значит, пригласил к себе домой, и вот мы в ее садике, там Марат Навартаньян уже, значит, апробацию делает. Вот и Ивана Кикнадзе, вот и я. И вторая одна фотография. Сейчас, одну минуточку. Так, сейчас осуществлю. Вот это. Это Николай Владимирович Мефир Атрисовский. Он бывал в институте довольно много раз на отчетных сессиях. Это какой-то семинар в институте, где докладывает Вадим Александрович Натератлер. В московском государстве не в стеке. Вот это, да? Да, значит, я почему показал эти две фотографии? Потому что и на Феодосии Григорьевича Добжанский, и Николай Владимирович Тимофеевич Атрисовский, они оба наговорили о том, что в биологии особо значимой является та фактура, которая расширяет наши знания по механизмам происхождения и эволюции живых систем. Это вот их идеология, которая присуща в значительной степени и нашему институту. Теперь, значит, я начну с дарвинизма. Вот, и я не буду здесь ничего, так сказать, говорить о сути. Вот, здесь Павел Михайлович уже много разных выступал. Вот, я скажу только о том, что мы иногда забываем о том, что Айдаревин совершил два великих, значит, открытия. Первое, это он создал эволюционную теорию, а второе, которое наименьше всего говорят, оно не менее значимо. Он первый обратил внимание на внутреннюю изменчивость. До него были крупные обобщения, в основном систематиков. Это Линей, это Кюрье, это Ламарк. Они создали систематику рассеяния и на систематику от животных. Я потом ниже расскажу немножко вот об этом. Но они прошли мимо внутривидовой изменчивости. А Айдаревин в силу своей, так сказать, поездок экспедиционных обратил внимание, что внутри вида очень мощная изменчивость. Вот, и что именно основа эволюционных событий формируется именно на внутривидовой изменчивости. Это была методологическая революция в биологии, потому что мы после этого начали пользоваться такими понятиями, как популяция, дивергенция, репродуктивная изоляция и так далее. Теперь о судьбе, значит, аберевинизма в России. Ну вот, я привожу здесь, вот это первое издание Чарльза Дарвина, обложка, это 1859 год. Я думаю, что не все знают полное название работы Дарвина. Мы, знаете, привыкли называть это происхождение видов просто. А полное название этого труда, гениального труда Чарльза Дарвина, это происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятных рас в борьбе за жизнь. Вот это полное название его работы. Значит, в 1959 году вышла эта работа. И, как ни странно, первый с ней познакомился и дал довольно большой обзор на русском языке. Вот. И опубликовал в журнале «Колокол» о работе Дарвина. Это Александр Иванович Дерцин. Ну, это было особое время в России. Это Александр Иванович Дерцин, его реформы и зарождение революционного движения. И поэтому не зря и не случайно Александр Иванович обратил внимание на работу Дарвина, потому что там было два принципа, которые потом стали основой для гуманитарной элиты России. Я потом их позже скажу о некоторых. Значит, эта работа была опубликована в журнале «Колокол». Ну, вот, это нелегальный журнал был, который распространялся на русском языке довольно широко в России, среди революционно настроенной интеллигенции. И, таким образом, в России впервые познакомились с этой работой. Кстати, Александр Иванович Дерцин, его настоящая фамилия другая. Он Александр Иванович Яковлев. Вот, это фамилия по отцу, поскольку мать у него была немка, вот, то отец вот ему дала фамилию на Герцин. Потому что она ее часто называла «моё сердце», «моё сердечное» и так далее. Поэтому Александр Иванович, настоящая его фамилия, это Яковлев. Значит, революционные настроения на интеллигенции России восприняло учение Дарвина довольно активно. Значит, особенно импонировали два принципа. Это борьба за существование и выживание наиболее приспособленные. Вот эти два принципа были положены в основу некой уже политической идеологии. И им пользовались довольно многие революционно настроенные представители русской интеллигенции. Наиболее яркой фигурой здесь можно считать Дмитрия Ивановича Писарева. Это вообще была интересная личность. Он по статусу был, значит, литературным и критиком. В жандармских на ведомостях он шел как нигерист номер один, террорист номер один и противник Пушкина и Вермонтова номер один. Это человек, который, это ортодокс, революционер. Он первый применил их в России название социал-эдервинизм. Но, слава Богу, это название принадлежит не России и не ему. А впервые это понятие появилось в Англии. Спенсер, философ английский, ввел это понятие. Как идеологию английской олигархии. И это понятие, значит, не так широко использовалось, но Писар его использовал. И использовал принцип борьбы за существование как один из элементов его теории терроризма. Потому что он был террористом номер один. И вся идеология терроризма была построена на его, значит, работах. Он всего прожил 28 лет. Но посмертно эти здания было, значит, в шести томах. Это очень яркая личность была, но очень революционно настроена. Вот и среди научной элиты, над российской, здесь тоже было восприятие терроризма довольно разное. От категорически против, это вот течение возглавляли Данилевский и Страхов, до категорически за. Это течение возглавляли Климент Аркадьевич Тимирязев, братья Ковалевский, Сечина, Ватьмечников и многие другие. То есть, было, значит, воспринято на бервенизм вот с таких двух сторон. За и против. Интересное было течение, значит, третье. В третье течение. Вот это так называемый, значит, его основателем является, с одной стороны, Кеслер. Это ректор Санкт-Петербургского университета, вот, зоолог сам, вот, который проповедовал в своих работах тезис о том, что внутри вида основную роль в эволюции играет не на борьба, а взаимопомощь. Очень активно поддержал это течение князь Петр Алексеевич Кропоткин, вот, который был натуралистом, нагеографом, очень разносторонний человек, тоже, как Герцог, жил в эмиграции, вот, и он написал даже книгу, вот, которая, обложка здесь, она была на русский язык переведена в 1907 году вышла. Которая так и называлась, взаимопомощь, как фактор эволюции. Вот это течение, оно сформировалось в России, вот, и оно, я думаю, что продолжается до сих пор, потому что все о дискуссиях, которые шли потом и десятилетиями, этот вопрос не затративали. И, кстати, самый Трофима Денисович, кстати, Лысенко, был сторонником именно этого движения. Вот, то, что касается, значит, восприятия российской интеллектуальной элиты, айдервинизма, оно было разным. За, против и были вот эти течения, которые, значит, постулировали взаимопомощь. А, наиборьба за существование, она предполагалась, как межфтаксонные отношения, межлюдовые отношения. Значит, второе крупное обобщение, которое я бы хотел рассмотреть, как оно воспринято было в России, это мендеризм. Ну, вы все знаете работу Менделя, я не буду о ней говорить, она вышла в 1800, мы считаем, значит, в 65-м году. Ну, вот обложка, да, значит, в 65-м году, это вот, знаете, обложка первого издания. Вот, значит, работа Менделя была, считается основой, так сказать, генетики. Что сделать Мендель? Он открыл фактор от наследственности. Фактор от наследственности. Он ее называл фактор, зачаток. Иогансен в 1901 году назвал этот фактор геном. И после этого стала наша наука называться генетикой. Но судьба этой работы, она была опубликована на бюллетене Брюнского общества «Испытатели природы». На теме я разослал 50-е экземпляры этой работы всем крупным ботаникам от Европы. Вот, в России первый, кто с ней познакомился, вот с этой работой, был Иван Федорович Шмальгаузин. Это отец Ивана Ивановича Шмальгаузина. Всем от известного эволюциониста и автора книги «Стабилизирующий отбор». Значит, в 1874 году, еще при жизни Менделя, Мендель умер в 1882 году, Шмальгаузин довольно подробно познакомился с этой работой. Дал к ней очень подробный автор реферат к своей домагистерской диссертации. Но при переводе о диссертации на английский язык, почему-то автор реферат по работе Менделя был упущен. Не был переведен. И была переведена только работа, только сама о диссертации. Но это был самый подробный анализ этой работы при жизни Грегора Менделя. Значит, Иван Иванович, Иван Федорович Шмальгаузин был ботаником, поэтому, естественно, рассматривал эту работу как ботаник. Всем это известно, что первый, который процитировал эту работу на Менгеле 15 раз в книге «Надибризация россиянина», был «Надьфоке», «Надьнемец», «Надьботаник», «Надьгофман» и так далее, и так далее. Значит, работа Менгеля была широко известна, по крайней мере, в Европе, среди ботаников. В России она прошла путь от Шмальгаузина, дальше, значит, можно назвать еще целый ряд наших «Надьвиченых». Это «Надьживотновод» и «Надзолотных Кулешов», это «Бородин», это «Богданов», это «Шинкевич», это «Догель» и целый ряд других, которые дали какую-то реакцию на эту работу над Менгеле. На Менгеле всего было опубликовано 4 работы, но получила известность только одна, вот эта работа «Опыты над рассчителем и дебридами». Но, к сожалению, так сказать, вся эпопея этой работы, значит, она длилась где-то 35-36 лет. Ближе всего к ней подошел, значит, немец Айдгофман, вот. Он, значит, написал так в своей работе, что работа Менгеля показывает то, что гибриды стремятся к исходным формам. Это уже что-то было, значит, похоже на то, что он что-то понял в этой работе. Самое интересное, что Чарльз Дарвин сделал такие же точные опыты, примерно в то же время, что над Менгеле, а может даже раньше, вот я не могу установить точную дату, вот, на львином зеве. Он скрещивал разные формы львина зева, получил первое поколение, однообразные во втором получил, идеальное расщепление, даже более идеальное, чем от Менгеля, три к одному. Но задумался над этим, долго думал и написал в своем дневнике. «Очередной каприз наследственности». И на этом эту работу, значит, отзабыл. Хотя он, по-моему, даже раньше от Менгеля получил вот это идеальное расщепление. Здесь, значит, фокус, я так думаю, в том, что, вот, судя из биографии от Менгеля, он все-таки был человеком, он был математиком. Значит, он закончил три курса Венского университета, физико-математического факультета. Но умер отец, деньги отзакончились, он ушел из университета. И получил разрешение на преподавание математики, физики и биологии в средних учебных заведениях. И начал работать вот на Брюнском монастыре учителем математики, физики и биологии. Вот, значит, гениальность Менгеля состояла в том, что он сначала, прежде чем, как Чарльз Давлин, значит, смотреть на это расщепление, он создал некую математическую модель. Вот, и у него по этой модели получалось, что два состояния, четыре варианта, значит, под этим есть какой-то фактор. Вот, поэтому именно он дал четкое заключение об открытии, значит, наследственного фактора, но поняли это только через 35 лет. Сразу несколько ученых, это, значит, Гексли, Коринс, Аддифрис, Гейли. Четыре ученых, которые повторили эту работу, получили те же результаты, и, наконец, поняли, о чем идет речь в этой работе. Вот, что эта работа открывает наследственный материальный фактор, то есть ген, и с этой работы натверждается новая наука. Надо отдать должное открывателям, они все-таки на полиетет все оставили за Грегором и Менделем. Он считается основателем этой науки. Значит, в России очень активно номинализм осваивался, начиная с начала XX века. Вот, я бы назвал здесь несколько человек, вот, ну вот, я уже назвал, так сказать, тех, кто очень активно цитировал эту работу Менделя, активно ее разбирал, но, к сожалению, только с ботанической точки зрения. Вот, здесь я вспомнил одно от высказаний Анре Пуанкаре, вот, который когда-то сказал, что, значит, важен не сам факт, а нужно понять душу факта. Вот, он был прав, что эту душу факта поняли только через 35 лет после опубликования этой работы. Вот, то ли еще не пришло на это время, хотя было в этой работе, если ее читали, там четко все написано, там четко проведены все эти модели, там четко ясно, что речь идет о, значит, о наследственном факторе. Но, а дошло это все, вот, а на это понадобилось буквально очень много лет. И в России в первую перевел эту работу на русский язык Константин Фляксбергер, в 1907 году, вот, значит, он же потом написал на биографию Надь Менделя, вот, в 30-м году первые главы о менделизме учебнике появились у Шемкевича, это зоолог, это соратники, даже учитель Надь Догеля, вот, вот, сама, значит, монография о менделизме первая вышла за авторством Аль-Богданова в 1927 году. Поэтому, значит, на менделизме в России пошел в самом начале 20-го века, и очень активно. Первую лекцию по менделизму в России прочитал в 1913 году Юрий Александрович Надь Филипченко. Значит, посвятил Надь Менделю первую лекцию на биологическом факультете Санкт-Петербургского университета. Он же подготовил первый курс по менделизму, и в 1919 году была организована первая кафера генетики и экспериментальной зоологии в Санкт-Петербургском университете. Поэтому, вот, рождением генетики у нас в стране, официальным таким рождением, является именно Санкт-Петербургский университет и школа Филипченко, с которой, кстати, вышел Надь Феодосий Григорьевич Айдобжанский и всем нам хорошо известный Юрий Яковлевич Айдобжан. Ну, если кто читал эту переписку Надь Добжанского с Надь Филипченко, она очень интересная, то там вот эта школа очень хорошо представлена вся. Значит, дальше события, надь, в России развивались таким образом. Значит, вот первая школа, я считаю, мы должны все-таки считать, что именно генетика, значит, первая лекция, первая кафедра, первый курс, который прочитал Эд Филипченко, это Санкт-Петербургский университет, но параллельно в Москве в 1911 году, нет, не ваше, сейчас я одну секундочку гляну, вот снова вот. Создается, в 16-м году создается институт экспериментальной биологии, где директором становится Николай Константинович Кольцов. Вот, значит, формируется вторая школа генетическая, значит, школа Кольцова. Очень мощная школа, как потом вы все знаете, где, значит, работали очень многие наши старшие товарищи поколения. Тот же Николай Петрович Надь Дубинин, который был первым директором нашего института, из этой школы Серебровский, Четвериков, Вера Венинать-Постова, Раппопорт и так далее, и так далее. Раиса Леонна Берг, это мощнейшая школа была именно при этом институте. Значит, наберемся в Санкт-Петербург. Значит, после организации кафедры в 21-м году, значит, отпочковывается от Нокольцовской школы. Николай Константинович Кольцов создал туда общество Евгеньки. Вот, значит, и создается в Питере филиал этого общества, куда входили на Филипченко, Лепин, Луша, Добжанский, Керкис. Это в 21-м году. В 25-м году создается уже Бюро по генетике и Евгенике. В 29-м году на Бюро только генетики. И в 30-м году создается лаборатория под названием, значит, лаборатория генетики АНССР, то есть Академия наук Советского Союза. Значит, официально создается лаборатория генетики, во главе которой, значит, Николай Иванович Вавилов. Значит, появляется вот школа Вавилова, которая начинает очень активно развиваться. Значит, в 30-м году была создана лаборатория генетики в Питере, а потом в 34-м году Академия наук переезжает из Питера в Москву. И эта лаборатория переезжает тоже в Москву, но уже в качестве института генетики Академия наук СССР и директором института становится Николай Иванович Вавилов. До 40-го года. Значит, это вот развитие на третьей школе. Теперь, если отдельно о Николае Иванович Вавилове, как наформировалось? У нас было мощных три школы. Это Кольцовская, это на Филипченко и это на Больновская школа. Вот, как наформировается его школа? Он закончил сам Тимирязевку. Вот, его учителем были и прянищиком был. Вот, и начал свою научную деятельность с Саратовом. В 20-е годы он там создал, сформировал закон на гомологических рядов на следственной изменчивости. И там его и доложил в Саратове в первый раз. Затем он перебирается в Питер. И там происходят ряд событий, которые формируют школу именно Николая Ивановича Вавилова. Он преобразует ученый комитет наркомзема в институт агрономии. Затем, это в 22-м году, в 24-м всесоюзный институт, значит, в институт, потом организует институт на прикладной, на ботанике и новых на культур. И в 30-м году преобразует этот институт во всесоюзный институт растеневодства, который существует до сих пор. Вот, и носит имя Николая Ивановича Вавилова. К шутку, этот институт, он был огромный институт, уже при Николая Ивановича Вавилове, тогдашний президент Академии наук Комаров, он это назвал Вавилоном. В это же время создается Новоскнил, Всесоюзная Академия сельхознаук имени Ленина, президентом которой становится Николай Ивановича Вавилова. Вот такая примерно, где-то в 35-м году в Советском Союзе формируются три мощных генетических школы. Ну, значит, я не буду останавливаться на их достижениях, все вы о них прекрасно знаете. Вот, значит, а перейду к третьему этюду, как я это называю, это наиболее нефтекирование нахламартизма в Россию. Это особо важно, потому что это для нас была трагедия. Значит, я с глубочайшим отуважением отношусь к Найкломарку, потому что это, я считаю, была выдающаяся личность. Во-первых, он ввел сам термин «обиология». Этот термин принадлежит именно Найкломарку. Он ввел термин «беспозвоночные животные». Он создал систематику растений всей этой Европы и систематику «беспозвоночных животных». Это колоссальная работа. Он достиг всех названий во Франции. Вот, он был первым эволюционистом. Он первый сказал, что природа создает эволюционным путем организмы, которые совершенствуются от простых к сложным. Он сказал первый, не Чарльз Дарвин, а именно Найкломарка. Он первый выдвинул на гипотезу о происхождении человека от обезьяноподобных. Дарвин потом ее развил, так сказать, поддержал. Но первый, который выдвинул эту гипотезу, был Найкломарк. Он, к сожалению, убегся эффектом на жирафа и выдвинул два принципа. Принцип упражнения, не упражнения. И на его основе создало гипотезу о наследовании благоприобретенных признаков. Вот это и было, так сказать, нашей трагедией. Вот, значит, в России, вот, чтобы уж понимать, почему Экломаркист приобрел такое значение, значит, в Советском Союзе Экломаркист превратился в политическую идеологию. Значит, почему? Ну, вот я сейчас процитирую источник понятия, откуда все насидет. Вот, значит, процитирую буквально, так сказать, сейчас, секундочку. Значит, две работы. Вот это Рокетянского, который, значит, и Троицкого. В 30-м году в Институте Красной Профессуры на Москве на седании партии Чеки выступил Сталин Иосиф Натюсаренович. И ему задавали эти вопросы, это был 30-й год. И был такой вопрос. Каковы ваши теоретические задачи в области естествознания? Сталин ответил. Я не естественник. Правда, в молодости я много читал. «Ламарка увлекался неоламартизмом». Вот вам и натисточник. Я еще знаю один натисточник, который мне удалось посмотреть, когда я был в Швеции. Это воспоминания лидера СРУ. Где он пишет на Красноярской ссылке. И где пишет прямо, что Сталин, значит, больше всего читал именно Ламарка. Он в переводе. Он туда, значит, был уже в переводе. И по несколько раз перечитывал эти работы. И ему импонировал очень принцип Ламарка о наследовании благоприобретенных признаков. То есть возможность переделывать все условиями среды, вплоть до человека. И вот это, так сказать, стало политическим, ну, таким вот научным обоснованием того, что Сталин ввел этот принцип как политическую идеологию. И Лысенко был сторонником этой идеологии. И стал, фактически, в данном случае единомышленником Сталина. И они, так сказать, вот на этой почве и отсошлись. Вот. Поэтому тут все ясно, так сказать. Главный источник такого победного шествия ламаркизма в России это над любовь к Ламарку именно Иосифовича Сталина. Ну, вот еще одна цитата. Значит, Сталин подвел этот итог. Ваша главная задача теперь развернуть во всю критику. Бить по всем направлениям и там, где не били еще. Вот в первой мы в категории и там, где не били, попали, к счастью, не генетики, а попали экономисты во главе с Чаяновым. Вот их начали, с них начали. Вторыми, которые в эту категорию и там, где не били, попали в генетика во главе с Вавиловым. Поэтому все это было предопределено именно, так сказать, политикой, которую надевел Сталин. И для него это было очень, очень важно. Вот. И, к сожалению, эту же линию продолжал очень активно. Я думаю, что не читая, конечно, а ламарка, как Сталин, на Хрущев. До 64-го года, значит, генетика была под запретом. Значит, на Вавилова, значит, начали... Ну, сегодня известно, что примерно 20 человек крупных на генетиков погибло, были расстреляны. В том числе, ну, умерли в тюрьме. В том числе на Вавилову, Карпеченко, Николай Константинович Беляев, Фляксбергер и так далее. Многие были репрессированы и сидели на долгие годы. Но что произошло после войны? Самое интересное, это 1947 год. После войны началось вдруг оживление в генетике. Значит, многие на генетике отвернулись с войны. Вот, типа, Рапопорт, Наполянский, Айтлобашов и так далее. И в 1947 год начался с критики Айтлысенко. Начали появляться статьи против Айтлысенко. Начали проводиться дискуссии против Айтлысенко. Состоялась огромная дискуссия в самой большой аудитории МГУ, в старом здании. Где присутствовали Шмальгаузен, Формозов, Сабинин. Вот, многие из противников Айтлысенко. И где шла, значит, очень активная критика Айтлысенко. И появилась, как ни странно, статья тогда молодого, заведующего отделом науки ЦК КПСС, Юрия Андреевича Жданова. Разгромная статья в газете «Правда» против Айтлысенко. Вот это было, конечно, таким шоковым состоянием. Вот. Ну, Найклысенко и его, особенно его идеологи, это Найклысенко, быстро сориентировались. У них был прием очень четкий. Когда плохо, нужно жаловаться вообще. Есть просидеть помощи. И было написано письмо на имя Сталина и Молотова в 1947 году с просьбой организовать, цессию Айтлысенко с повесткой о положении в биологической науке. Значит, молодой Жданов, он же зять Сталина, кстати, был в то время. Вот. Я с ним один раз общался на общем собрании. Он был членом и корреспондентом. Был освобожден, значит, изнан из ЦК и отправлен в Ростов-на-Дону ректором университета. Я с ним встретился как-то на общем собрании, меня познакомили. Я его спросил, что было. Он, говорит, засмеялся и говорит, я Трофима до сих пор ненавижу. Ну, а что было, говорит, сам молодежь. В общем, это письмо Сталин воспринял очень серьезно и велел готовить вот эту разгромную сессию 1948 года. И она отсоставилась. Вот. Где на генетика было запрещено. Такие же приемы использовались и по всем остальным. Но вот в 37-м году в Советском Союзе должен был состояться генетический конгресс. В 37-м году. Все было готово. Президентом этого конгресса был назначен Атьвавилов Николай Иванович. Было написано письмо президентом и остальными, что ни в коем случае нельзя допускать этого конгресса в Советском Союзе. Вот, значит, и конгресс был перенесен на 38-й год. А состоялся в 39-м в Эдинбурге. Ну и описывает этот конгресс, когда он открывался в 39-м году. Значит, его открывал, я сейчас не помню точно эту фамилию, один из руководителей параллельского общества английского. И он начал с того, что, господа, вы не смотрите на мою несуразную фигуру в манте президента, на конгресса, потому что эта манте шилась на более крупного человека, чем я, на профессора Вавилова. И показал на пустое кресло, которое стояло рядом, вот на открытии этого конгресса. И нахлесенковцы, и они много раз пользовались вот этим приемом. Жаловаться и получать санкции добро. Также было с разгромом, значит, редакции наиботанического журнала. Также было, кстати, с изгнанием Николая Петровича Дубинина от нашего института на пленуме ЦК в 58-м или 59-м году, сейчас точно не помню, выступил такой Мустафаев, его старшее поколение не помнит. Это академик Айвас Хнил, значит, бывший секретар ЦК Азербайджана. И пожаловался Надь Хрущеву на то, что ботанический журнал себя плохо ведет, а на генетике занимается только мухами. И тут же последовала бурная натрякция Надь Хрущева. Редакцию журнала, ботанического журнала разыграть, заменить на Надь Тиминчуренцев, а Дубинина, Мухолова тоже убрать с директора, сказать, поста. Вот, все было, так сказать, продумано, вот эти все однодействия. И, к сожалению, Надь Михаил Алексеевич уже ничего не мог сделать. Вот, он согласился на, в снятии Николая Петровича с поста от директора института. Это была осень 59-го года, и Ивана, наверное, помнит эти все времена. Я помню. Вот, Николай Петрович поработал здесь всего два года. Вот, но Михаил Алексеевич сделал одну гениальную, это все-таки обвел Надь Никиту Сергеевича Надь Хрущева. Он согласился на снятие Айдубинина, но не согласился на назначение без его согласия нового директора. Он оставил за собой право назначить нового директора. Ну, и Надь Хрущева согласился, и он избрал для этого именно Дмитрия Константиновича Диреева. И как стало потом ясно, он не ошибся, он был абсолютно прав. Такой институт был создан и сохранен. Вот, я бы отметил три события, значит, в истории вот этой, на трагической, в этой истории. Это 55-й год, письмо от 300, где все физики, математики, биологи подписали в ЦК письмо в защиту генетики против Натусенко. Оно было похоронено. Это 57-й год, когда было создано сибирское отделение, институт цитологии и генетики. А в Питере был создан институт цитологии. Так, он даже, по-моему, раньше нашего института, мы где-то в мае-июне, я не помню точно, когда они. Но примерно в одно время был создан в Питере институт цитологии, где работали очень многие генетики. Юрий Иванович Полянский, директором, по-моему, был Атнасонов этого института. Это уже был, так сказать, институт, который занимался, конечно, цитологией, но и там были генетические направления. И в это же время был создан наш институт цитологии и генетики, где впервые появилось во новом организме истории слово «генетика». Ну, то, что мы попытались нашу историю, нашего института, по крайней мере, формально, вот, не помню, где, вот, значит, в книге, которая вышла, значит, на генетике «Простаёт на Сибири», там изложены основные моменты создания института, структура института за первые 20 лет. Вот, и там из-за этого ясно, что институт создавался довольно тяжело, потому что до 64-го года нас каждый год посещали комиссии. И в них была одна цель – закрыть институт или переориентировать его в институт на Мичуринской биологии. Это, значит, новый все, а директор, значит, новый заведующий с лабораториями, то есть это был бы совершенно другой институт. И тут надо отдать на должное Михаилу Алексеевичу, что он не сдавался. Он во всех ситуациях нас поддерживал, даже в самых экстремальных. И когда он уже ушел из поста председателя сибирского отделения, он часто заходил к нам в институт на чашку чая, на рюмку вина, белого, как сейчас помню, любил, белое вино. И иногда заходил к Дмитрию Константиновичу домой. И Дмитрий Константинович меня всегда приглашал на эти беседы, и всегда мне одно и то же говорю – слушай и запоминай. Вот. И вот из этих слушаний у меня такое сложилось впечатление, что Михаил Алексеевич довольно хорошо представляет, что такое генетика. Ну, по крайней мере, основу он ее знает. Значит, у меня никак не стыковались некоторые вещи. И только потом уже, буквально 2-3 года тому назад, вместе с внуками и правмучкой Михаила Алексеевича, когда мы подняли архивы Колумбийского университета в Нью-Йорке, оказалось, что Вера Михайловна Айданчакова, это теща Михаила Алексеевича, и Вера Евгеньевна, сначала Айданчакова, потом Лаврентьева, это супруга Михаила Алексеевича, 12 лет проработали в лаборатории Моргана, в Колумбийском университете, как раз в то время, когда создавалась, значит, хромосомная теория от наследственности. Вот, и, но, ни Вера Евгеньевна, ни Вера Михайловна, они не были генетиками, как и Морган. Морган ведь был эмбриолог, и они были эмбриологом. Причем, Вера Михайловна была ближайшей ученицей, основателем учения остоловых клеток, профессора Максимова, который тоже работал в Америке, в Чикагском университете. Они 12 лет проработали, занимались над кроветворением, вот, но прекрасно, конечно, ознали, чем занимается над Морган. У них даже комнаты были рядом, и в одном из американских над обзоров Веру Михайловну Айданчакова называют Mother of Steam Cells, вот, мать стволовых клеток. Вот, и, конечно, они великолепно представляли, что такое нахромословная теоретическая следственность, и, конечно, Михаил Алексеевич об этом прекрасно знал. И, как потом выяснилось, Вера Евгеньевна, его супруга, читала ему курс лекций дома, по эволюции и по генетике. Вот, и он слушал, отвечал на вопросы, и у меня такое сложилось ощущение, что он, конечно, знал, что такое генетика, вот, и знал, что ее нужно защищать и любой ценой сохранить в сибирском отделении, что он и сделал. Вот, и мы должны быть очень благодарны на Михаилу Алексеевичу, нашим адресторам, первым, вот, Игору Васильевичу Курчатову, который очень много для нас сделал, чтобы наш институт попал в список первых десяти институтов сибирского отделения, и чтобы он был сохранен. Ну вот, пожалуй, у меня, мое время академически вышло, да? Я на этом и закончу, если есть вопросы, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня вот, что всегда удивляло, почему вот и в этой самой Московской школе, и в Питерской, у Филипиченко, почему там они сразу же занялись Евгенийкой? Тут все это идет от Николая Константиновича Кольцова. Он был очень своеобразный человек. Он же даже был от посажен, это самое, в курсе, да? А сидел в тюрьме. Он был кассиром партии, по-моему, кадетов. Так? И он был очень ярым проповедником на Херденике. Но там же получилась такая вещь. Приехал в Москву, приехал Мюллер. И они отнимало немного, написали письмо, ну, над Мюллер, точно, Сталину. Да. Что нужно улучшать человеческий род. Это что, это личные вещи или галкартические заказы? Это, я думаю, что это, значит, это личные вещи, это убеждение самого Николая Константиновича и очень серьезное влияние Мюллера. Потому что Мюллер ведь был интересным человеком, он был коммунистом. И, значит, в Америке он не имел от работы, и его пригласил Николай Иванович Вавилов в институт на генетике, где он, он же привез первый сюда коллекцию айдрозофильную, и обучил наших заниматься айдрозофилой. Вот, и здесь он уже выполнил эти работы по радиационному мутагенезу, за что и получил Нобелевскую премию. Но он был ярый евгеник, так, вот, и даже осмелился написать письмо Сталину, после чего срочно уехал в Испанию. Значит, воевал в Испании, а потом осел в Прюбалтике, то ли в Швеции, то ли в Норвегии, где-то там. И, значит, и навернулся в Америку только тогда, когда получил уже Нобелевскую премию. И разочаровался, к сожалению, коммунистической идеологией. Сначала где-то в... сейчас точно не помню, но... в Шотландии, да? Ну, может быть. Ну, там. А? Не понял. На Мюллер? Да. Вот это я не помню сейчас. Я знаю, что он от нас уехал в 1937 году в Испанию. На стороне республиканцев. Сын и Материев погиб. Да. Так что там была такая... Ну, я не думаю, что это была какая-то идеология. Это было увлечение. Вот как нигилизм, который придумал в свое время Иван Сергеевич Тургенев. Да. Так? И все вдруг с ума сошли. И даже нагрешили этим это самое... Такие гении, как Рим Николаевич Толстой. Вот я, когда почитал его заключение, как он оценивает науку, это ужас какой-то. Отрицал все. В науке он признавал только одну вещь. Что ученые дали человеку... Спасибо вам за это. Хлебные злаки и больше ничего. Спасибо. Спасибо.